Хотел бы сказать конкретно за ДТП, случившееся 14.03. Это не в пользу, я не хочу выглядеть своего водителя. В общем, поведение водителя было адекватным и своевременным. Это внезапный выход на проезжую часть в неустановленном месте. И это даже не выход, а он буквально выбежал. И в нетрезвом состоянии человека. То есть водитель среагировал, там нет ни тормозного пути такого большого, чтобы он не летел. Он его видел, что он стоит. Он внезапно выбегает перед ним, его задевает, он бьется еще о вторую машину. По водителю провели разбор. Очень аккуратно, в принципе, сейчас таких, наверное, даже мало. Вот в течение даже года, за последний десятый год, у него имеется 10 нарушений. 9 нарушений, 2 из них, это были просто отделы с предупреждением. То есть это говорит о том, что сам по себе водитель с большим стажем. Вот эта ситуация, она полностью развалится на вину водителя здесь. Не получается. Это дорожная ситуация сложилась таким образом. 9 нарушений за год. За 10-й год просто. Могите взять такие нарушения, как превышение скорости, выставку. Нет, нет, вот именно, что даже 10-й год, даже, пожалуйста, до сих пор. Это вы считаете, что недостаточно. Так нарушений не имел водитель. Поэтому он очень аккуратный, за него я могу сказать. Там скорость движения была, как бы, по тем данным, которые, как бы, у меня имеются, небольшая. И то, что человек предпринял все максимальные меры для того, чтобы остановить машину, но в одночасье, в ежесекунду это сделать практически невозможно было. И то, что произошло, это трагедия, которую, как бы, избежать можно было и нельзя. Здесь можно что угодно говорить. Одновременно я сейчас хочу сказать, что, ну, не исключая того варианта, что была бы скорость, может быть, чуть-чуть поменьше, может быть, такой трагических последствий, так же можно было избежать. Хотя на том участке он тоже ехал в рамках, так сказать, установленного скоростного режима. Продолжение следует...